Приветствую вас дорогие друзья на интенсиве одностраничный магазин. Очень часто ко мне обращаются клиенты и ученики с вопросом, что же делать если мне нужен интернет-магазин, но только для ограниченного количества товара. То есть если ассортимент товара ограничивается несколькими видами и создание полноценного каталога товара с разветвленной сетью категорий не имеет смысла. В этом случае вам в первую очередь нужно рассказать о своем бизнесе и показать каталог с ограниченным видом товаров. При таком запросе я обычно рекомендую создавать что-то между лендингом и неким подобием интернет-магазина. И как это сделать я покажу наглядно на этом интенсиве. Итак, поехали. Для создания одностраничного магазина вам потребуется домен и подключенный хостинг. Если вы не знаете что это такое и как его подключить, то посмотрите мое видео, в котором я пошагово показываю как это сделать. Ссылка на него в описании. Кроме того, после того как вы заведете домен и хостинг, вам нужно будет установить CMS WordPress на свой хостинг. WordPress это движок для сайта, на котором мы будем разрабатывать ваш магазин. Также в описании будет ссылка на мое видео, где я подробно вам расскажу как это можно сделать. Итак, создайте домен и хостинг, установите CMS WordPress и переходите к созданию сайта. А мы продолжаем. После того как вы установите WordPress и перейдете в консоль, нам необходимо будет в первую очередь произвести некоторые настройки. Во-первых, давайте обновим наш WordPress. Для этого кликаем вот по этой ссылке, а затем в открывшейся области кликаем по кнопке обновить в разделе русская версия. Вот сюда. Если вы все сделаете правильно, то перед вами откроется вот это окно. Теперь нам нужно перейти к установке темы оформления дизайна нашего сайта. Для этого наводим курсор на вкладку внешний вид и кликаем по ссылке темы. В появившейся панели кликаем по кнопке добавить новую. Затем в области поиска в правом верхнем углу вводим название темы на английском языке Online Lite. Из предложенных вариантов выбираем вот эту тему. Наводим на нее курсор мыши и кликаем по появившейся кнопке установить, а затем поактивировать. Если вы все сделаете правильно, то ваша тема отобразится в качестве активной. Далее нам нужно установить плагины, то есть готовые программные решения, позволяющие разнообразить ваш сайт. Мы установим связку из двух плагинов, с помощью которых создадим форму обратной связи во всплывающем окне. Это плагины WP Form и PopUp Maker. А также установим плагин для настройки функционала интернет-магазина нашему сайту и решение, которое позволит подключить расширенную панель редактирования текста. Для установки плагинов нам нужно перейти в специальную для этого панель. Итак, давайте кликнем по вкладке плагины. Как вы видите, у нас уже имеются два шаблонных плагина, которые нам необходимо удалить. Итак, мы отмечаем их галочками. Для этого устанавливаем ее вот в этом чекбоксе и из раскрывающегося списка, расположенного чуть выше, выбираем команду удалить и кликаем по кнопке применить. Пожалуйста, мусорные плагины удалились. Теперь мы переходим к установке необходимых плагинов. Для установки первого плагина мы кликаем по кнопке добавить новый. В появившейся панели в области поиска в правом верхнем углу вводим название первого плагина. Это будет WP Form. Из предложенных вариантов нас будет интересовать вот это решение. Итак, мы кликаем по кнопке установить. После установки плагина мы вводим в область поиска название второго плагина PopUp Maker. Нас будет интересовать вот это решение. Далее давайте установим плагин, который нам поможет разнообразить нашу панель редактирования текста. Для этого в область поиска вводим слово Advanced. Нас будет интересовать вот это решение. Давайте кликнем по кнопке установить. Теперь установим плагин, с помощью которого настроим функционал магазина. Итак, вводим в область поиска слово WooCommerce. Нас будет интересовать это решение. Мы кликаем по кнопке установить, а затем поактивировать. В итоге перед вами откроется мастер настройки плагина WooCommerce. Обязательно пройдите установку через мастера. Не закрывайте его. Иначе повторите фатальную ошибку более 70% пользователей. В результате которой на сайт не подгрузятся основные страницы. Корзина, каталог и страница оформления заказа. Еще раз поясню. Обязательно пройдите установку функционала магазина через этого мастера. Итак, на первой странице вы вводите стандартные данные. Адрес расположения магазина, валюту, в которой будут производиться расчеты. Выбирайте, какие товары будете продавать физически, цифровые или те и другие. А затем кликайте по кнопке поехали. На второй странице мы ничего не меняем. И кликаем по кнопке продолжить. Всю настройку приема оплаты мы настроим чуть позже. Далее в окне настройки доставки нам нужно проставить вот эти поля сумму 300 рублей за доставку. И кликнуть по кнопке продолжить. Условия доставки мы также настроим чуть позже. В двух последующих окнах кликаем по ссылке пропустить шаг. В последнем окне, если хотите получать информацию об обновлениях, то в этом поле указывайте свой e-mail и кликайте по кнопке «Да, пожалуйста». Теперь нам нужно кликнуть вот по этой кнопке для перехода в консоль редактирования. Далее мы переходим в установленные плагины. Выделяем все неактивированные плагины галочками. А затем вот в этом раскрывающемся списке выбираем активировать. И кликаем по кнопке «Применить». Теперь переходим на главную страницу консоли для того, чтобы подчистить главную область. Нам нужно вверху панели кликнуть по раскрывающемуся списку настройки экрана и в появившейся панели убрать галочки со всех чекбоксов, кроме «Навиду» и «Активность». После чего сворачиваем эту панель, кликнув вот сюда. Далее мы переходим к настройкам интерфейса нашего сайта. Для этого наводим курсор мыши на вкладку «Внешний вид» и выбираем «Настроить». Перед вами открылась панель «Настроить», где слева расположилось меню настройки, разбитое по вкладкам. А справа находится демонстрационное окно, отображающее внешний вид вашего сайта на текущий момент. Итак, для начала нам нужно сделать кое-какие преобразования, и поэтому мы переходим в эту вкладку. А затем кликаем вот по этой кнопке для активации дополнительных параметров этой темы оформления. Как вы видите, теперь количество вкладок в разы увеличилось. Итак, мы переходим непосредственно к настройке и начинаем с первой вкладки «Tame Option». Давайте перейдем в нее. Далее мы кликаем по подвкладке «Global Setting». Здесь устанавливаются настройки сайдбара, той зоны, которая обычно размещаются справа или слева. Вы все видели ее, вспоминайте. Когда выбираете товар на сайте интернет-магазина, у вас справа или слева отображается фильтр подбора товара, или нам просто предлагаются похожие товары. Вот как раз-таки эта зона, где размещаются подобные фильтры, или предлагаются похожие товары, называются сайдбаром. Нам необходимо установить настройки, при которых сайдбар показываться не будет, так как мы создаем такой мини-интернет-магазин с дизайном лендинга. А как вы понимаете, лендинг и сайдбар – это вещи не совсем совместимые по логике и дизайну. Поэтому вот в этом раскрывающемся списке мы выбираем «Не отображать», а затем выходим из этой подвкладки и переходим в подвкладку «Side Color». Здесь с помощью этих маркеров я настрою некоторые цветовые схемы. Вот этот маркер отвечает за настройку цвета кнопок, иконок, названия сайта и элементов подчеркивания и выделения. Вот этот второй маркер отвечает за настройку цвета фона подвала сайта, а вот этот за цвет фона зоны копирайта, самого последнего блока сайта. Я здесь ничего менять не буду и просто выйду из данной панели. Теперь переходим в подвкладку «Header Setting» для настройки шапки сайта. В этой области мы устанавливаем местоположение названия и подзаголовка сайта по отношению к меню. Можно разместить название слева, а меню справа. Также можно выбрать эффект смешивания названия сайта с меню, но лучше разместить название сайта с подзаголовком по центру, а меню также по центру, но на строчку ниже. Что я и выберу, вот так. Далее вот эта опция отвечает за прозрачность фона шапки сайта в начальном положении до того, как пользователь начнет прокручивать сайт. Вот эта опция устанавливает такой функционал для заголовка, при котором в начальном положении заголовок и подзаголовок сайта скрывается, а выезжает после того, как пользователь начинает прокручивать сайт. Вот эта опция отвечает за то, чтобы последний пункт меню выделялся в виде кнопки. Для активации той или иной области необходимо установить галочку в соответствующем чекбоксе. Я активирую первую и третью опцию. Далее располагается панель подбора цветов для шапки сайта. Вот с помощью этого маркера мы подбираем цвет фона шапки сайта в начальном положении до прокрутки. Но как вы помните, мы ранее настроили функционал, при котором у данной области установили прозрачный фон. Если же вы хотите сделать фон не прозрачным, а конкретного цвета, то вам нужно убрать галочку с этого чекбокса. А затем с помощью этого маркера настроить цвет фона шапки сайта в начальном положении. Далее с помощью этого маркера настраивается фон шапки сайта, но уже после прокрутки. С помощью этого маркера мы выбираем цвет заголовка и подзаголовка сайта. Далее вот этот маркер настраивает цвет пункта меню в обычном положении. А вот здесь настраивается цвет пункта меню, отражающий область сайта, на котором в данный момент находится пользователь. А вот этот маркер настраивает цвет иконки, отображающей меню на мобильных гаджетах. Вот так. После того, как мы завершили здесь все настройки, нам нужно выйти из этой подвкладки. В этой подвкладке можно настроить отображение ссылок на соцсети. Но проблема в том, что здесь можно отобразить только шаблоны социальной сети, популярные за рубежом, такие как Facebook или Twitter. А переадресацию на наши социальные сети, такие как ВКонтакте или Одноклассники, не предоставляется возможным. Если же вам нужны эти шаблоны соцсети, то просто заходите в эту подвкладку и вставляйте в необходимые поля ссылки на ваши аккаунты в социальных сетях. Если же вы все-таки хотите установить переадресацию на наши социальные сети, такие как ВКонтакте и Одноклассники, то напишите мне об этом, и я вас проконсультирую. Далее вот этой подвкладке настраивается текст, который будет отображаться в подвале сайта, а точнее в копирайт-зоне. Итак, давайте зайдем сюда и вот в это поле вставим название нашего магазина. Вот так. Теперь выходим из этой подвкладки. В этих двух подвкладках можно настроить фон вот для этого блока. Но данный шаг мы пропустим, потому что для настройки данной секции имеется более интересный вариант. Итак, давайте поднимемся по настройкам на один уровень вверх и перейдем в подвкладку General Setting. Здесь мы настроим основные параметры нашего сайта. Во-первых, вы можете в шапку сайта подгрузить логотип, кликнув вот по этой кнопке и пройдя стандартную процедуру подгрузки изображения. Там все просто. Я этого делать не буду, так как считаю, что без логотипа с обычным текстом сайт выглядит намного лучше. Далее в эту область я ввожу название сайта, то есть его заголовок. Я веду название магазина, а вот это поле я веду под заголовок. Вот так. Далее вот в этой области можно настроить отображение под заголовкой и заголовка. То есть если вы не используете логотип, то для отображения названия сайта в этом чекбоксе должна стоять галочка. Если вы используете логотип, то название под заголовок сайта необходимо скрыть, иначе получится каша. Для скрытия заголовка и под заголовка сайта вам нужно снять галочку в этом чекбоксе. Далее чуть ниже можно настроить фавикон или как ее еще называют иконку сайта. Что такое фавикон? Фавикон это фирменный значок сайта, который располагается у заголовка сайта во вкладке браузера и в поисковой системе в списке выданных сайтов. Где же можно взять этот фавикон? Я пользуюсь сервисом Iconbeard. Ссылка на него будет в описании. Вы кликайте в описании по ссылке дополнительные материалы и выбирайте ссылку сервис с иконками. Также здесь будет ссылка на мое видео, где я рассказываю все о фавиконах и иконках, а также о том, где их взять бесплатно. Кроме того, здесь же будет еще ссылка на мой урок, где я объясняю, как создать логотип очень дешево, буквально за 150 рублей или вообще бесплатно. Итак, для загрузки фавикона кликаем вот по этой кнопке и подгружаем иконку. Да, и кстати, размер вашей иконки должен быть 512 на 512 пикселей. Как вы видите, у нас все получилось. Теперь выходим из этой вкладки. Вот этой вкладки вы можете скрыть один из блоков данного сайта, установив галочку в соответствующем чекбоксе. Мы ничего скрывать не будем и переходим в вкладки слайдер. Здесь мы настроим вот этот наш слайдер. Наш слайдер будет состоять из трех слайдов, которые настраиваются через эти вкладки. Давайте перейдем к настройке первого слайда, то есть перейдем в эту вкладку. Для начала загрузим изображение для первого слайда. Кликнув вот по этой кнопке, теперь мы заполняем вот эти поля. Здесь отображаются рекламный текст слайда, а также название кнопки. Поля с ссылками я заполню чуть позже. Теперь выходим из этой вкладки и переходим в следующую для настройки второго слайда, по этому же алгоритму. А затем и в третью вкладку для настройки третьего слайда. После чего переходим в подвкладку настройки слайдера. Вот в этом поле мы устанавливаем время, в течение которого слайд демонстрируется пользователю. Единица измерения миллисекунды. Одна секунда равняется 1000 миллисекунд. Я устанавливаю 3000 миллисекунд, то есть 3 секунды. Далее с помощью этого маркера настраивается маска, которая накладывается на слайдер. Если вы хотите, например, наложить оранжевую маску, то кликайте по этому маркеру, выбираете оранжевый цвет и на шкале прозрачности определяете уровень этой прозрачности. Вот так. Но давайте вернем все как было. Далее с помощью этого маркера мы настраиваем цвет заголовка слайда. А из этого раскрывающегося списка выбираем вариант оформления дизайна кнопки слайда. Вот так. Теперь нам нужно выйти из этой подвкладки, а затем еще назад и перейти во вкладку Service Section, а затем в подвкладку Setting. В появившейся панели мы настроим дизайн второго блока сайта. Итак, вот в это поле мы вводим заголовок блока, а вот в это подзаголовок. Далее с помощью данного маркера настраиваем фон для данного блока, а с помощью вот этого определяем цвет заголовка блока. Кроме того, этим маркером мы устанавливаем цвет под заголовка блока. Теперь выходим из данной подвкладки и заходим в Service Widget. В появившейся панели мы настроим содержание второго блока сайта. Итак, давайте кликнем по кнопке добавить виджет. Теперь в открывшейся панели выбираем сервис виджет, кликая по нему левой кнопкой мыши. И как вы видите, он сразу добавился на сайт. Итак, с помощью этих виджетов мы настроим триггеры. То есть такие подобности данного блока с преимуществами магазина. Итак, поехали. Вот в этом поле мы вводим заголовок триггера, а вот это поле его описание. Затем с помощью этого маркера определяем цвет иконки триггера, а с помощью вот этого цвет заголовка. А вот этот маркер настраивает цвет описания самого триггера. Далее для загрузки иконки триггера кликаем вот по этой ссылке, в результате чего в новой вкладке открывается библиотека с иконками. Мы выбираем понравившуюся и кликаем по ней. Появившейся карточке иконки мы копируем текст, который выделен жирным. Для этого кликаем по нему левой кнопкой мыши, возвращаемся во вкладку, где открыта панель настроить и вставляем вот это поле скопированный текст. Вот так. Теперь удаляем лишние элементы, вот эти теги, оставляя только вот такую запись. Пожалуйста, у нас все получилось. Если вы хотите добавить вращение иконки, то в это поле через пробел вводим запись fa-spin. Вот так. Чуть позже мы настроим передрессацию по этому триггеру, а пока кликаем по кнопке применить, а затем поготово. Далее нам нужно по этому же алгоритму создать еще три триггера. Поехали. Посмотрите, у нас все получилось. Теперь выходим из этой подвкладки, а затем еще и из этой. Далее переходим в эту вкладку, а затем в первую подвкладку. Итак, вот это поле мы вводим название данного блока, а вот в этот текст, который будет располагаться на кнопке. Функционал передрессации мы настроим чуть позже. Теперь переходим к настройке цветовых схем. С помощью этого маркера настраивается цвет маски, то есть слоя, который будет располагаться над фоном блока. Вот этот маркер настраивает цвет заголовка блока, а вот этот цвет фона кнопки. Вот этот маркер определяет цвет текста, который будет располагаться на кнопке, то есть название кнопки. Вот этот маркер определяет цвет рамы кнопки. Далее располагаются три маркера, которые определяют цветовые схемы кнопки при наведении на нее курсора мыши, а именно цвет фона кнопки, цвет текста располагаемого на кнопке и цвет рамок. Теперь выходим из этой подвкладки и переходим в подкладку Image. Здесь мы загрузим в качестве фона настраиваемого блока изображение. Для этого кликаем вот по этой кнопке и проходим стандартную процедуру подгрузки изображения. Вот так. Далее выходим из этой подвкладки, а затем и из вкладки, где мы настраивали данный блок. Теперь переходим во вкладку Team Section, после чего выбираем под вкладку Setting. Сейчас мы настроим блок с сотрудниками. Вот это поле вводим в заголовок блока, а вот это под заголовок. Кроме того, с помощью данных маркеров мы настроим цветовые схемы. Итак, с помощью этого маркера настраивается фон блока. С помощью вот этого мы устанавливаем цвет заголовка блока, а с помощью этого цвет под заголовка. Итак, все настройки здесь закончены. Давайте выйдем из данной подвкладки и перейдем во вторую подвкладку. Для отображения первого триггера, который будет презентовать первого сотрудника, мы кликаем по кнопке «Добавить виджет» и выбираем TM Widget. Далее в появившейся панели мы кликаем вот по этой кнопке для подгрузки «Аватар изображения сотрудника» и проходим стандартную процедуру подгрузки. Далее вот в это поле вводим имя сотрудника, а вот это его должность. Внимание! Триггер сотрудника может не отобразиться, пока вы не ведете его имя и должность, то есть пока не заполните данные поля. Идем дальше. Чуть ниже настраиваются ссылки на социальные сети конкретного сотрудника. Откуда взять иконки для отображения социальных сетей? Все с того же сайта, который мы использовали при настройке второго блока этого сайта. Вот этого. Для перехода на сервис с иконками кликаем вот по этой ссылке. Итак, вам нужно скопировать код нужных иконок вот в эти области. В данном примере первое поле будет отвечать за иконку ВКонтакте, второе за Инстаграм, третье за Фейсбук, а четвертое за Ютуб. Если вы хотите, например, использовать не 4 иконки, а 2, ну например, Twitter и Google+, то заполняйте любые из этих 4 полей, а остальные оставляйте пустыми. Алгоритм размещения иконок из сервиса фонд Ависон вы уже знаете. Если хотите добавить им вращение, то дописывайте к каждому коду иконки через пробел FAT и RASPIN, но об этом вы также уже все знаете. Далее под каждым полем, где мы разместили код с названием иконок, есть еще по одному полю. Вам нужно туда вставить ссылки на аккаунты в ваших социальных сетях, просто скопировав в эти поля. Также здесь можно установить переадресацию при клике на имени сотрудника. Это мы сделаем чуть позже. Далее находятся маркеры настройки цветовых схем для триггеров этого блока. С помощью данного маркера настраивается цвет рамки триггера. Посредством второго маркера настраивается цвет фамилии и имени сотрудника. А с помощью третьего маркера цвет должности сотрудника. А последний четвертый маркер предназначен для настройки цвета иконок. Итак, с настройкой первого триггера мы закончили. Теперь давайте кликнем по кнопке применить, а затем по ссылке готово. Далее нам нужно по этому же алгоритму создать еще три триггера с сотрудниками. Поехали. Посмотрите, у нас все готово. Далее нам нужно выйти из этой подкладки, а затем еще и из вкладки, в которой мы настраивали этот блок. После чего мы переходим во вкладку Testimon Shell Section, а затем в подкладку Color. Здесь нам нужно установить цветовые схемы для блока с отзывами. Первый маркер отвечает за цвет фона этого блока. Второй маркер настраивает имя клиента, который оставил отзыв. А вот третий маркер отвечает за цвет рамки на аватар изображений клиента, а также отвечает за цвет ссылки, которую клиент оставил. Например, на свои социальные сети. Четвертый же маркер настраивает цвет текста самого отзыва. Итак, настройка цветовых схем на этом завершена. Теперь давайте выйдем из этой подкладки и перейдем вот в эту, для создания контента этого блока сайта. Итак, нам необходимо добавить первый отзыв. Для этого нужно создать триггер с ним, поэтому мы кликаем по кнопке добавить виджет. И в открывшемся каталоге кликаем по Testimon Shell Widget. Далее в появившейся панели мы совершим все необходимые настройки. Итак, для начала загрузим аватар изображения клиента для первого отзыва. Для этого кликаем вот по этой кнопке и подгружаем изображение. Далее вот в это поле вводим имя клиента, а вот в это сам отзыв. Кроме того, если хотите, можете отобразить ссылку на аккаунты в социальных сетях клиента, оставившего отзыв. Для этого вставьте ссылку вот в это поле. Функционал переадресации в случае, если клиент кликнет по этому триггеру, мы настроим чуть позже. А пока кликаем по кнопке применить. А затем по ссылке готово. Теперь по этому же алгоритму добавим остальные отзывы. Ограничения на количество размещения отзывов не существует. Я добавлю еще два отзыва. Итак, поехали. У меня все готово. С настройкой блока отзыва мы закончили. Теперь давайте выйдем из этой подвкладки, а затем еще из вкладки, в которой мы настроили блок отзывы. И перейдем в следующую вкладку, где настроим блок с нашими публикациями и статьями, позволяющие завоевывать доверие клиента, а также продвигать наш бизнес по системе контент-маркетинга. Итак, перед нами открылась панель. Давайте произведем в ней все настройки. Вот в это поле вводим заголовок блока, а вот в это подзаголовок. Далее здесь мы указываем количество статей, которые хотим отображать в блоке. Я ставлю 4. Чуть ниже в это поле мы указываем название кнопки, кликнув по которой клиент сможет прочитать нашу публикацию. Кроме того, здесь у нас есть маркеры для настройки цветовых схем. Вот этот маркер отвечает за цвет фона блока, второй маркер настраивает цвет заголовка блока, а вот этот последний настраивает подзаголовок блока. Итак, настройки на этом завершены. Теперь нам нужно завести 4 записи и удалить эту шаблонную, для того, чтобы у нас все более или менее прилично выглядело. Давайте сохраним изменения, кликнув по кнопке опубликовать и выйдем из панели настроек. Далее, находясь в консоли редактирования, кликаем по вкладке записи. Перед нами открывается каталог созданных записей. Для удаления шаблонной записи наводим на нее курсор мыши и кликаем на появившейся панели по ссылке удалить. Теперь нам нужно завести первую запись. Для этого кликаем вот по этой кнопке. Перед нами откроется панель создания записи, где мы произведем все изменения. Вот в это поле вводим название публикации. Вот в этом поле вводим, собственно, контент нашей статьи. Кстати говоря, вы можете подредактировать дизайн вашего текста вот с помощью этой расширенной панели, которую мы установили в самом начале этого интенсива. Далее нам нужно подгрузить аватар изображения этой записи, кликнув вот по этой ссылке. После этого для сохранения изменений кликаем по кнопке опубликовать. Теперь нам нужно по этому же алгоритму завести три остальные записи. Слева направо на главной странице отображаются записи по дате создания. То есть сначала самые свежие, а затем те, которые ранее опубликованы. Так что создавайте записи в порядке нужной вам очередности. Да, и кстати, в рамках данного шаблона мы не разбиваем записи по рубрикам, так как в настройках этой темы не предусмотрена опция подгрузки записей по рубрике, а выгружаются все записи пачкой. Итак, давайте создадим еще три записи по известному же вам алгоритму. Поехали! У меня все готово, теперь давайте перейдем на сайт для просмотра результатов. Для этого наводим курсор на вкладку Home, отображенную в виде домика, и выбираем перейти на сайт. Пожалуйста, выглядит все шикарно. Теперь нам осталось настроить лишь блок с товарами. У вас под видео будет ссылка «Дополнительные материалы». Кликаем по ней, открываем каталог ссылок и выбираем «Урок по созданию каталога товаров». Я там раскрываю все секретные фишки. Только заранее скажу, что товары вам не нужно разбивать по категориям, а необходимо создать все товары в рамках одной категории, например, кеды. Так как здесь на сайте используется ограниченное количество товара, и не существует функционала подгрузки товара по категориям. Итак, переходите к просмотру видео по правильному созданию каталога с товарами. Но перед этим поставьте данный ролик на паузу, и после того, как разместите товар, снова присоединяйтесь к нам. Итак, я так же, как и вы, создал товары. У меня их четыре. Теперь нам нужно перейти в панель «Настроить». Если вы находитесь в консоли редактирования, то наведите курсор мыши на вкладку «Внешний вид» и выберите «Настроить». Если вы, как и я, находитесь на главной странице, то на экспресс-панели кликайте по ссылке «Настроить». В появившейся панели переходим во вкладку «Вокоммерс секшн». Теперь давайте настроим параметры блока с товаром. Итак, в это поле вводим заголовок блока, а вот в это подзаголовок. Здесь мы ничего не трогаем. Далее располагаются маркеры настройки цветовых схем. Вот этот маркер отвечает за настройку цвета фона. Второй маркер настраивает цвет заголовка блока, а последний цвет подзаголовка. Настройка данного блока и в целом главной страницы на этом закончена. Давайте сохраним изменения и выйдем из этой вкладки и перейдем в меню. В новой вкладке кликаем по кнопке «Создать меню». В появившейся панели вводим название меню вот в это поле. Оно нигде не отображается и видно только вам в консоли редактирования во вкладке «Меню». Затем мы устанавливаем галочки вот в этих чекбоксах для отображения создаваемого меню в качестве главного, а затем кликаем вот по этой кнопке. Итак, наше меню будет состоять из пяти пунктов. Во-первых, пункт «Главное», который будет передрисовывать на нашу основную страницу. Для добавления пункта кликаем вот по этой кнопке. Появившейся второй панели мы кликаем по области «Главное». В результате данный пункт добавился к нам в меню. Давайте кликнем по нему. Как вы видите, перед вами открылась панель настройки пункта «Меню» с автоматически присвоенной ссылкой, то есть с адресом вашего сайта. Ее мы не трогаем, а вот в это поле вводим, собственно, название пункта «Главное» за главными буквами. Вот так. И сворачиваем панель настройки данного пункта. Теперь по этому же алгоритму добавляем пункт «Меню корзина». Далее остальные пункты мы вставим не как переадресацию на странице, а настроим переадресацию на блоке главной страницы, то есть по якорям. Итак, добавляем следующий пункт «Меню преимущества». Во второй появившейся панели выбираем «Произвольные ссылки». В этой области, вот в это поле, вводим название блока «Преимущества». А вот в это поле вставляем ссылку «Переадресации», то есть вводим решетка «Сервис». Все на английской раскладке. Смотрите, у этого шаблона у каждого блока главной страницы имеется индивидуальная маркировка. Обращение к этой маркировке осуществляется через символ «Решетка», который в сайтостроении называется якорем. А, например, «Сервис» — это название этой маркировки для блока «Преимуществ». То есть мы настроим переадресацию по якорям на блоке сайта. И да, у вас будет та же маркировка, что и у меня, ведь шаблон один и тот же. Далее для добавления пункта в меню кликаем по кнопке «Добавить в меню». Теперь по этому же алгоритму настроим и остальные пункты меню. Пункт «Сотрудники» будет иметь якорь «Тьем», пункт «Отзывы» — якорь «Тестимоншал», пункт «Новости» — якорь «Латеспост», а пункт «Каталог» — якорь «Вусэкшн». Пожалуйста, у нас все получилось. Теперь давайте сохраним все изменения. Далее мы изменим порядок расположения пунктов меню. Для перемещения пункта «Меню» просто наведите на него курсором мыши, зажмите левую кнопку и перенесите в соответствующее положение. Вот так. Теперь снова сохраняем изменения и выходим из этой подкладки, а затем и из вкладки «Меню». Теперь нам нужно донастроить главную страницу. Как вы помните, у нас у очень многих блоков сайта имеется функционал переадресации. Давайте его настроим. Итак, мы начинаем со слайдера. То есть переходим во вкладку «Слайдер сеттинг», а затем в подкладку настроек первого слайда. У каждого слайда у нас имеется кнопка переадресации. Первый слайд будет переадресовывать на блок с каталогом товаров. То есть там нужно вставить вот в это поле вот такой якорь. Кроме того, у каждого слайда есть заголовок, который также должен переадресовывать на конкретный блок. В данном случае это секция с каталогом товаров. Для настройки переадресации мы вставляем в это поле точно такой же якорь. Затем выходим из этой подвкладки и переходим в подвкладку для настройки третьего слайда. где совершаем идентичные настройки, так как этот слайд также нас будет передрисовывать на блок с товарами, вот так. Теперь переходим в настройки второго слайда и устанавливаем передрисацию на баннер с призывом проконсультироваться, вот так. Далее сохраняем изменения и выходим из этой подвкладки, а затем из вкладки по настройке слайдера. После чего переходим во вкладку Service Section, а затем во вторую подвкладку. Итак, давайте перейдем в первый виджет. Этот виджет будет передрисовывать нас на блок с каталогом товаров. Для передрисации нам нужно вставить в это поле вот такой якорь, который вам уже хорошо знаком. Теперь сворачиваем этот виджет и переходим во второй виджет. Этот виджет будет нас передрисовывать на блок презентации сотрудников компании, поэтому в данное поле мы вводим вот такой якорь. Далее переходим в третий виджет. Третий и четвертый виджеты будут нас передрисовывать на баннер с призывом проконсультироваться. Поэтому в третьем виджете, вот в это поле мы вставляем вот такой якорь. И точно такой же якорь вставляем в четвертом виджете. Вот так. Сохраняем изменения и выходим из этой подвкладки, а затем из вкладки Service Section. Сейчас нам нужно перейти во вкладку Team Section, а затем во вкладку Team Widget. Нам нужно, чтобы клиента при клике по имени сотрудников переадресовывало на баннер с призывом проконсультироваться. Для этого мы сначала заходим в первый виджет и вот это поле вставляем вот такой якорь. Далее то же самое повторяем и в остальных виджетах блока Сотрудники. У меня все готово. Теперь выходим из этой подвкладки, а затем еще из вкладки по настройке блока Сотрудники. После чего переходим во вкладку Настройки отзывов от клиентов. После чего выбираем вторую подвкладку. Нам нужно настроить функционал для этих виджетов переадресации на блок с баннером, отражающий призыв проконсультироваться. Мы переходим в первый виджет и вот в это поле вставляем вот такой якорь. Кликаем на кнопку Применить, а затем по ссылке Готово. То же самое проделываем и с остальными двумя виджетами. Теперь мы сохраняем изменения и выходим из панели Настроить. Далее у нас есть такой баннер. Нам нужно настроить под него форму обратной связи. Для этого мы переходим в консоль редактирования, а затем во вкладку VP Form. В появившейся панели кликаем по кнопке Новая форма. Сейчас я вам покажу как по-быстрому создать форму обратной связи во всплывающем окне. Если же вы хотите более подробно узнать о создании форм и всплывающих окон, то в описании будет ссылка Дополнительные материалы. Кликаем по ней и в появившемся окне нас будут интересовать урок по созданию формы обратной связи и урок по созданию всплывающих окон. Итак, сначала мы присваиваем название формы, введя его в эту область. После чего наводим курсор мыши на вот этот раздел и кликаем по появившейся кнопке левой кнопкой мыши. Мы создадим форму, состоящую из двух обязательных полей. Это имя и телефон. Итак, слева в каталоге полей кликаем сначала по кнопке имя, а затем по строка текста. Посмотрите, наши два поля появились в форме. Кстати говоря, справа отображается демонстрационное окно, отображающее внешний вид нашей формы на данный момент. Итак, переходим в настройки первого поля имя. Для этого кликаем по его названию левой кнопкой мыши. Слева отобразилась панель настройки данного поля. Нам здесь нужно из раскрывающегося списка формат выбрать просто. Специально для того, чтобы пользователь вводил имя без фамилии, что явно упрощает работу с клиентами. Далее переходим в панель настроек следующего поля. Для этого кликаем левой кнопкой мыши по его названию. Здесь мы в настройках, вот в эту область вводим название поля. А установив галочку вот в этом чекбоксе, объявляем данное поле «Телефон» обязательным к заполнению. Сейчас нам нужно перейти во вкладку «Настройки». Здесь в первой подкладке «Общий» в это поле нам нужно ввести батон нижнее подчеркивание «Форма». Это нужно специально для стилизации кнопки «Формы». Далее переходим во вторую подкладку «Уведомления». Здесь вы можете внести изменения вот в эти поля. В первое вводим адрес, на который хотите получать уведомления от клиентов о консультации. Вносим изменения в этом поле в том случае, если адрес, на который хотите получать уведомления, отличается от того имейла, который вы указывали при установке CMS WordPress на ваш хостинг. Во втором поле указываем тему «Письма». А в третьем поле имя адресата, от которого будет приходить письмо с контактными данными клиента. Теперь переходим в третью вкладку «Подтверждение». Здесь нам нужно выбрать из вот этого раскрывающегося списка, что должно происходить с клиентом после отправки заявки на консультацию. Я выберу вариант, при котором ему на электронную почту будет приходить письмо вот с этим текстом. Конечно, текст можно использовать любой, и даже ему можно задать кое-какой дизайн с помощью этой панели. Также можно клиента переадресовать на любую страницу в рамках как нашего сайта, так и вообще по любому адресу. Все подробности в моем уроке, посвященному созданию форм на WordPress. Теперь сохраняем изменения и выходим из данной панели. Далее нам нужно создать всплывающее окно. Для этого кликаем по вкладке «Попап Мейкер». В появившейся панели создания «Попап окна» мы в это поле вводим название «Попап окна». Оно нигде не отображается, нужно лишь для того, чтобы отличить одно окно от другого. Далее в этой области я выравниваю курсор по центру и кликаю по кнопке «Добавить форму». После чего в появившемся окне из вот этого раскрывающегося списка выбираю созданную нами форму и кликаю по кнопке «Добавить форму». И как вы видите, шорткод нашей формы добавился на сайт. Теперь спускаемся ниже до панели настройки внешнего вида всплывающего окна и переходим во вкладку «Отображение». Здесь из вот этого раскрывающегося списка мы выбираем тему «Оформление вашего попап окна». Я выберу «Лайтбокс». Подробнее ознакомиться с темами и немного их подредактировать вы сможете по этой ссылке. Но не забудьте перед этим сохранить все изменения. Я же это сделаю чуть позже. Итак, мы выбрали тему «Оформление нашего всплывающего окна». И теперь переходим во вторую подкладку. Здесь мы настроим размер нашего окна. Выбираем из первого раскрывающегося списка размеры окна. Я выберу маленькое. В следующем раскрывающемся списке выбираем «Минимальные габариты окна». Специально для корректного отображения на мобильных гаджетах. При этом не забудьте поменять единицу измерения габаритов с процентов на пикселей. Итак, я устанавливаю минимальное значение 150 пикселей. Далее мы переходим в третью подкладку «Анимация». Здесь из первого раскрывающегося списка я выберу эффект «Задухание движения». Как только вы выберете анимационный эффект с движением, то на панели у вас активизируется вот этот раскрывающийся список, в котором нужно выбрать откуда, то есть с какого места всплывающее окно начнет свое движение. При анимационном появлении я выберу «Вверх в центр». Кроме того, с помощью этой шкалы необходимо настроить скорость анимации. Для наиболее плавного эффекта я переведу маркер этой шкалы в максимальное правое положение. Теперь мы переходим в третью подкладку «Позиция». Из первого раскрывающегося списка данной подкладки я выбираю местоположение всплывающего окна на экране после совершения анимационного эффекта, сопровождающего его появление. Я выберу самое оптимальное положение «Середина центр». Как только вы выберете положение посередине, то дополнительные опции по выравниванию окна по горизонтали и вертикали исчезнут. Далее мы переходим во вкладку «Закрыть», а затем во вторую подкладку. В появившейся панели устанавливаем галочки вот в этих чекбоксах. Первый позволит закрывать всплывающее окно при клике за границами этого самого всплывающего окна, а установка галочки во втором чекбоксе позволит закрывать всплывающее окно при нажатии на клавиатуре клавиши «Escape». Давайте теперь сохраним изменения, кликнув по кнопке «Опубликовать». Далее мы переходим в панель настройки «Тема оформления всплывающих окон», кликнув вот по этой ссылке. Перед вами откроется каталог с темами оформления всплывающих окон. Как вы помните, мы выбрали тему оформления для нашего всплывающего окна «Lightbox». Давайте ее подредактируем. Для этого наводим на нее в каталоге тем курсор мыши и кликаем на появившиеся панели по ссылке «Изменить». Перед нами открылась панель редактирования темы оформления всплывающего окна. Спускаемся вниз до раздела «Граница» и с помощью этого маркера устанавливаем новый цвет рамки всплывающего окна. Далее спускаемся еще чуть ниже до области «Фон» и с помощью этого маркера устанавливаем цвет фона кнопки «Закрытие всплывающего окна». Теперь поднимаемся снова наверх панели и сохраняем изменения. Далее переходим в каталог созданных всплывающих окон, кликнув вот по этой ссылке. В появившейся панели в столбце «CSS свойства интересующего нас всплывающего окна» копируем вот этот первый класс. Теперь нам нужно перейти в панель «Настроить», а затем во вкладку «По настройке баннера обратной связи», после чего переходим в первую подкладку. И вот это поле «По настройке ссылки, переадресации» для этой кнопки вставляем после знака решетки «Скопированный класс всплывающего окна». Вот так. Теперь раз уж находимся в панели «Настроить» нам нужно довести дизайн сайта до ума, то есть убрать всякие шаблонные элементы и немного улучшить дизайн. У вас под видео есть ссылка «Дополнительные материалы», мы кликаем по ней и в открывшемся каталоге «Ссылок» выбираем до настройка дизайна. Вам нужно открыть по ней файл, скопировать там весь имеющийся код, а затем вернуться к нашей панели «Настроить», выйти из этой подкладки, а затем и из вкладки «По настройке баннера обратной связи», перейти во вкладку «Дополнительные стили», игнорировать все предупреждения, установить курсор в рабочем пространстве, кликнуть в нем левой кнопкой мыши и вставить скопированный код. После чего сохранить изменения и выйти из панели «Настроить». Теперь нам нужно поменять название страницы с товара с «Магазин» на «Кеды». Для этого переходим во вкладку «Страницы», наводим курсор мыши на страницу в магазине и в появившейся панели кликаем по ссылке «Изменить». В появившейся панели нам нужно ввести новое название «Кеды» и кликнуть по кнопке «Обновить». Давайте перейдем на страницу магазина, кликну вот сюда. Посмотрите, у нас изменилось название страницы. Кстати говоря, если не хотите отображать отзывы о товаре в карточке товара, то в области данной товара во вкладке «Дополнительно» нужно снять галочку с чекбокса «Включить отзывы». Теперь нам нужно настроить функционал магазина, то есть определить параметры доставки, оплаты, возможно настроить функционал сравнения и использования промокодов. Кроме того, нам нужно подредактировать поля на странице оформления заказа. Обо всем об этом вы можете узнать из моего урока. Для этого кликаем по ссылке «Дополнительные материалы» и выбираем «Урок по настройке функционала интернет-магазина». Поставьте это видео на паузу, настройте функционал магазина по моему уроку, а затем снова возвращайтесь сюда. Итак, у нас все готово. Давайте теперь я вам покажу, что у нас в итоге получилось и попробую сделать заказ. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Как вы видите, все отлично работает. Пользуйтесь этой техникой создания крутых магазинов на здоровье. Если же вы хотите чуть-чуть изменить свой функционал, например, вам не нужен функционал магазина с корзиной и оформления заказа, и вы, например, хотите, чтобы при клике по кнопке в карточке товара клиенту выезжало всплывающее окно, где он просто заполнял бы свои контактные данные, а вы или ваш менеджер впоследствии связывали с ним и обговаривали все нюансы и детали в телефонном режиме, то записывайтесь на личную консультацию, где я вам дам рекомендации по улучшению вашего сайта, отвечу на все вопросы, покажу, как улучшить ваш магазин или вообще все сделаю вместо вас, как захотите. Ссылка для записи на консультацию в описании к видео. Также, если вы хотите изменить дизайн сайта, добавить еще что-нибудь, то также записывайтесь на консультацию. Один час консультации стоит 2000 рублей, а полчаса – 1000. Если вам нужно решить просто какой-то вопрос по сайту, то это делается за 15 минут, по смешной цене в 500 рублей. Кликайте по ссылке в описании, оставляйте контактные данные, если хотите, укажите ваш вопрос или проблему, оставляйте ссылку на сайт, если, конечно, он у вас есть. Я оценю размах работы и после наших договоренностей мы приступим к докрутке вашего сайта до совершенства. Кстати говоря, вы данный шаблон можете использовать также для продвижения своих услуг, а также своего портфолио. Блоки сайта можно использовать не обязательно, например, под секцию с сотрудниками или отзывы, а, например, блок с сотрудниками использовать под переадресацию на другие проекты. Все зависит от вашей фантазии и требований, которые стоят перед вашим проектом. Надеюсь, данный интенсив был вам полезен. В будущем я постараюсь как минимум раз в месяц выпускать новые обучающие программы, но стремиться буду к периодичности раз в две недели. Кроме того, помимо курсов у меня на канале будут выходить полезные короткие видео, позволяющие решить какую-то одну проблему в сфере сайтостроения. Если вы хотите посмотреть видео по решению какой-то конкретной проблемы, то пишите интересующую вас тематику в комментариях. Также пишите в комментариях, что вы думаете о данном интенсиве, что понравилось, а что нет. Специально для того, чтобы довести технику обучения до совершенства. Итак, хорошего вам дня и удачи в бизнесе.